Домовый храм Психоневрологическом интернате номер 7 Красносельского района Санкт-Петербурга. Интернат является медико-социальным учреждением, предназначен для постоянного проживания престарелых и инвалидов, страдающих психическими и хроническими заболеваниями и нуждающимся в бытовом уходе и медицинском обслуживании. В нашем учреждении проживает 851 человек. У нас 9 отделений. Есть отделения милосердия, психиатрические, реабилитационные. Также в нашем учреждении есть прачечное, лечебно-диагностическое отделение, клуб. То есть все делаем не только для наших проживающих, но и для наших сотрудников. Наша домовая церковь имени Иоанна Кронштадтского, она находилась на четвертом этаже. Занимала две палаты, порядка 70 квадратных метров. Очень неудобно для посещения было наших колясочников. В этом году по просьбе проживающих родственников и администрации сотрудников, благодаря епархии и выделению финансирования Комитета по социальной политике, данный храм мы сделали ремонт и перенесли на первый этаж. То есть оно должно быть все доступно для каждого и для всех. Времена меняются, и в каждое время надо чувствовать, как надо служить Богу. Надо всегда за Богом идти. И вот тогда, в начале 90-х, конечно, поместить храм на видное место, учреждение такого типа, ну, было бы, наверное, очень смело и дерзко. Поэтому хотели как-то немножко его скрыть. На закрытом отделении четвертого этажа директора вообще шла на риск. Что скажет начальство? Ведь это была больничная палата, которая была отдано под храм. И он там существовал 20 с небольшим лет. Но пришло новое время, когда надо явить эту красоту большему количеству людей, сделать ее доступной для всех тех, кто желает быть в этой радости общения с Богом. И, конечно же, если храм помещается на первый этаж, такое просторное, удобное, светлое помещение, то сюда могут прийти всегда все проживающие, все сотрудники, все их родственники в дни посещения. Да и прихожане ближайшего, так скажем, жилого квартала могут сюда прийти свободно. Это явление, это и Божьей любви людям, да, что Бог говорит, я с вами, я готов вам дать вот это дар новой жизни. С праздником, дорогие мои, притещаться будем, греха к своей кайте. Как трудно бывает утешить людей, обиженных, одиноких, больных. Часто не хватает душевных и физических трудов, чтобы дать счастье обездоленным и страждущим. Господь Бог помогает там, где не хватает человеческих сил, и свет веры приносит радость в самые одинокие души. Открыли храм на первом этаже, раньше был на четвертом этаже. Мы туда ходим. Службы бывают раз в неделю. Нравится ходить. Мы ходим в храм, очень интересно там, боженек видим. Вот, крестимся. Без храма, конечно, хуже. Да, я хожу в церковь, мне очень нравится, я молюсь Богу и молюсь за наших, кто за нами ухаживает, за нами следят. Мне очень-очень нравится. В первую очередь они ищут общение. В первую очередь они ищут утешение. Потому что храм – это место встречи не только их с друг другом, но и с Богом. Место встречи со священником, как с тем посредником между Богом, между человеком. Тот, от которого они всегда получат надежду, получат подкрепление, получат силы для пребывания в этом месте. И мы видим, как меняется жизнь проживающая после посещения храма, когда они наполняются силой, наполняются благодатью и надеждой. Их согревает, они укрепляются. Это меняет полностью их жизнь, меняет их мировоззрение. Они начинают относиться по-другому. Интернат становится для них не местом пребывания или отбывания, или заключения. Интернат становится их домом. Психоневрологический интернат не замкнут на себе. Здесь проходят конференции и семинары, где собираются врачи, психологи, священники, разные специалисты, представители других подобных учреждений. Делятся опытом, обсуждают проблемы, решают важные вопросы, чтобы сделать более комфортной и счастливой жизнь людей, нуждающихся в заботе общества. К чему призывает Господь? Являть любовь друг к другу. Но, к сожалению, мало кто откликается. И вот Господь сам приходит в эти места уже. И священнослужители, и сестер милосердия, и людей просто небезразличных к страданию ближнему человеку. Мы, христиане, по заповеди Божьей должны являть любовь. И во все времена, в местах, где требовалось внимания и заботы людям, которые там находятся, устраивались к храму, чтобы там можно было бы помолиться, утишить свою душу. Молитва объединяет, благодатно связывает воедино всех. Искренняя молитва – всегда торжество любви и добра. Когда мы вместе ходим в храм, вместе молимся, это увеличивает доверие между нами и проживающими. Церковь наполняет их, дает им новый смысл, дает им силы на борьбу. Не говоря уже, как влияет на их эмоциональный фон, улучшает настроение, уменьшает поведенческие нарушения. Но прежде всего дает им надежду, дает им духовные силы, что очень важно. Ты в церковь ходишь, Элита? Да. Вот расскажи. В Бога веришь? Да. С батюшкой и отцом Валерием общаешься? И в церковь любишь ходить, да, Элита? Причащаешься? Да. И после церкви тебе хорошо, да, Элита? Часто в церкви, потому что видите, как я сижу. Ну, сижу вот часто в холле, смотрю телевизор, слушаю музыку, меня высаживают. И батюшка приходит к тебе? Да, да, батюшка приходит. Причащаюсь. В Богу верю, потому что у меня бабушка была верующая, и мама была верующая. Медицинское и социальное обслуживание, прогулки, досуг, с любовью приготовленная домашняя еда обеспечивает проживающих всем необходимым. Сердечная забота и теплые отношения создают добрую атмосферу. Этот интернат словно большой дом, в котором протекает насыщенная и разнообразная жизнь. Спортивные состязания, театральные постановки, паломнические поездки и экскурсии. Если есть желание, каждый проживающий может проявить свои творческие таланты и способности. Нашу библиотеку проживающие посещают около ста человек. Но многие, которые умеют читать, они лежачие, больные, поэтому мы их посещаем на отделениях. И в то же время, вот в этом же зале мы занимаемся еще, поем караоке, рисуем, делаем аппликации с ребятами. Под Новый год украшаем вот это помещение. Здесь у нас стоит елка. И ребята любят. Проводим также дни рождения. Собираемся вот за этим небольшим столиком, пьем чай и угощаемся всякими вкусностями. Все мы хотим праздника и радуемся ему. Также и здесь, в этой большой семье, праздник – настоящее торжество для всех. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Некоторые проживающие в интернате могут трудиться и с радостью это делают. Человеку хочется быть полезным обществу в своей стране. С каким усердием эти люди выполняют возложенную на них работу? И они готовы к новым заданиям, лишь бы они были. АПЛОДИСМЕНТЫ Может быть, кто-нибудь из работодателей откликнется и предоставит посильную работу проживающим в интернате? В присутствии таких людей, там, где скорбно, ты чувствуешь присутствие и Божие. А значит, ты получаешь для себя очень много, ты сам восполняешься духовно. Я понял, что только рядом с теми, кто здесь проживает, я могу быть таким, каким должен быть человек. Открытым, доверчивым, нелицемерным. В жизни я разве можно встретить такую ситуацию, когда кто-то тебе сказал, я тебя так люблю, я тебя так ждал. Вот они уже в окну видят и кричат, отец Валерий, там, аллилуйя, или мы тебя ждем, мы рады. Где в жизни такие чувства к себе, искренние, почувствуешь. А здесь это есть, есть эта радость, вот этого общения. Поэтому я сюда прихожу уже под четвертый год, и нужно именно это мне. Душа не может быть счастлива без милосердия. Мое есть то, что я отдаю другим. Потому что сердце радуется, лишь раскрываясь навстречу ближним. Каждое доброе дело, милостыни, бескорыстная помощь и молитва о ближних найдут свое оправдание, украсят душу человека и сделают его жизнь более радостной. Человек, когда попадает в наше учреждение, все, кажется, все, жизнь на этом закончилась. И что дальше, это все. Больше ничего не будет. И когда они приобщаются к нашей вере, к нашей церкви, и они получают такой психоэмоциональный заряд, что когда они выходят, они мне говорят, а когда следующее будет богослужение? А когда будет следующее? Я говорю, будет там в среду. А можно еще, чтобы они пришли? А можно вот лично, чтобы подошли? То есть это нужно, это необходимо, потому что учреждения сложные, много очень проблем, много работы надо делать, чтобы его привести в соответствие по всем правилам, санпинам, нормам. Придешь, думаешь, ну все, все нерешаемо, все, проблем придешь, и внутри молишься постоянно, очи наши говоришь все это, и приходишь в крам, и смотришь, вроде, а вот там и свет, боже, солнышко. Мы, наверное, мудрее стали с возрастом, и уже смотрим, а что дальше. И закажешь свои действия, надо отвечать. Вот, стоять перед судом и думать, а что ты сделал? Вот, а может, и неправильно что-то сделал. То есть надо уже думать о другом, и не только о себе, и о своих проживающих. Они же родные. Это наш большой дом, они его здесь любят, и здесь дом обустроен для всего. Доброе утро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok